Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в 63-м уроке. Видеокурс «Уникальные виджеты» Adobe Muse. И в этом уроке я хочу вам показать такой виджет. Например, вы можете использовать фотографию. Кликаем по фотографии. Фотография меняется в цвете. И вылазит такая немирная панель, где вы можете прописать свои данные. Соответственно, фотографию вы должны подготовить. Здесь две разных фотографии. Одну я сделал черно-белой. То есть они одинаковые, только разные имеют оттенки. И при клике подгружается цветная фотография. И получается вот такой эффект. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Прежде чем разбирать все настройки, нам нужно сначала загрузить изображение, чтобы лучше понимать. Вот здесь вы видите две ссылки на изображение. Первое изображение загружается черно-белое. Или то, которое вы хотите видеть первоначально. А второе, которое появится по клику. То есть я кликаю по первой ссылке «Добавить файл». И выбираю черно-белое изображение. И открыть. Заходим в настроечки. И кликаем по второй ссылке «Добавить изображение». И кликаем «Цветное изображение». Сейчас виджет у меня наверху расположен, чтобы в экран помещалось больше настроек. Давайте посмотрим в браузере пока, как выглядит первоначально. То есть у нас некий черный прямоугольник. Изображение сжато. И текст тут все у нас на английском. Итак, первое. Смотрите. «Animated on load». То есть если мы поставим галочку, вот эта подложка всплывающая, она уже будет сразу показана без предварительного нажатия на изображение. Она будет сворачиваться по клику на изображение, но по умолчанию будет раскрыта. Я, наверное, пока ее оставлю в раскрытом виде, чтобы мы сразу видели все изменения. Видите, сзади черный был бэкграунд. Вот этот черный бэкграунд. Его лучше вообще убрать, чтобы не было никакой заливки, а был виден наш задний фон. Для этого вот здесь вот, это у нас прозрачность. Вы здесь ставите 0. То есть изображение, то есть заливку нельзя просто отключить, и ее можно просто сделать прозрачной. Вот здесь вот поставив 0. Даже здесь сейчас видно, что за мной проглядывает теперь мой задний фон. Вот эта ширина, это как раз-таки ширина вашего изображения. Здесь надо уже смотреть, какое у вас изображение. У меня нормально, мое изображение смотрится, если я вместо 75 поставлю 200. Вот вы видите, изображение уже смотрится лучше. Давайте на этом этапе посмотрим. Вот вы видите в раскрытом видео у меня вот эта вот подложка, и мы ее сейчас увеличим, и все равно у нас анимация срабатывает. Движемся дальше. Смотрите, фонд фэмили, то есть это у нас шрифты для всего нашего текста, который находится здесь. Это у нас шрифт. Если вы будете писать по-русски, эти шрифты, конечно, не все подходят под русский язык. И вот смотрите, здесь немножко сделано по-другому. Вот для этого текста title настройки находятся все выше. То есть цвет бэкграунда фона, цвет самого заголовка и размер заголовка. То есть вот это все относится к одному заголовку. Также идут и ниже. Вы видите, что здесь у нас идут три позиции текста, и у нас как раз-таки осталось тут настроек для этого текста. Значит, вот этот текст, я пишу демо, для него заливка, например, задний фон для него будет желтый, сам title color, то есть сам цвет, вот видите, вот здесь даже видно желтый. Вот видно, что текст там коричневый. Я беру, делаю темно-зеленый. Соответственно, вот здесь вы можете увеличить размер для данного текста. Дальше у нас идет, видите, там текст написан субтайтл. Вот этот субтайтл. И то же самое, размер для него, цвет для него, и субтайтл бэкграунд, подложка, например, белая у нас, оставляем белый бэкграунд. И у нас получается текст на белом фоне, но его теперь не видно, я его делаю темно-зеленым. И у нас тут остаются цвета для, вот тут написано, параграф. Вот вам немножко здесь не умещается в экран, но тут последняя настройка, вы просто меняете текст, вот здесь меняете размер, то есть это последний наш текст. И то же самое, параграф колор, это значит цвет для вот этого текста. И то же самое, бэкграунд колор, это у нас цвет заливки. Вот сейчас я поставлю зеленый, и вы его здесь вот визуально увидите. Вот вы видите, да, здесь темно-зеленый появился цвет. Так, у нас осталась с вами вот эта подложка, она у нас сейчас коротка, потому что мы увеличили область изображения. Это исправляется простым способом. Нам нужно просто потянуть за маркирочек, за боковой, и у нас вот эта область будет больше. А вот область именно вот этих вот бэкграундов, заливка, где у нас текст, и если вы, конечно, там заливаете цветом, то у нас вот это вот 300, вот эта ширина как раз-таки отвечает за вот эти вот полоски. Если, например, сделать 100, чтобы просто вам показать визуально, вот вы видите, да, у нас все сузилось. И не только они, и вот это белый бэкграунд. То есть здесь мы можем этим управлять. Вот в этой настройке. И теперь давайте посмотрим, что у нас получается в браузере. У нас с вами все получается. На этом я заканчиваю данный видеоурок, и увидимся с вами в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok